Фестиваль болельщиков своим выступлением открыла кавер-группа «Патифон». Затем гостей развлекали творческие коллективы Мордовии и ведущие, которые подготовили для зрителей множество игр и интерактивов. Накануне трансляции матча Мексико-Швеция на Советскую площадь начали стекаться люди. Среди них немало иностранных гостей. Многие из них поспешили рассказать, что им понравилось в Саранске больше всего. Собор, большой собор. Всюду много цветов. Нам нравится все. Все. Город очень-очень чистый. Люди дружелюбные и все прекрасно. Люди здесь в Саранске очень приветливые, добрые. Где бы я ни был, что бы ни делал, вся открыта к общению и готова помочь. Поболеть за родную сборную фан-зони пришла семья из Мексики. Глава семейства Эрнандес – человек с ограниченными возможностями. Он очень любит футбол и дети решили сделать ему подарок. Привезли отца на чемпионат мира в Россию. Четыре года назад семья уже побывала на Мундиале в Бразилии и признается, что условия для лиц с ограниченными возможностями в нашей стране намного лучше. Все объекты хорошо оборудованы и очень удобны. Я очень люблю футбол. Я болею за нашу сборную, за сборную Мексики. Россия – красивая страна. Много людей и все очень позитивные. Это чудесный город и чудесная страна. Люди очень добры к нам и очень вежливы. На фестивале болельщиков много и русскоговорящих посетителей. Братья Семенкины приехали на родную землю из-за границы. Вадим из Казахстана, а Андрей из Германии. Оба горячо болеют за сборную России и в Саранске чувствуют себя как дома. У нас есть брат еще один. Он нас сюда привез, говорит, походите. Потом приедем, встретимся. Завтра игра. Очень и очень хорошо. Ожидания превзошли. Чистота, порядок и вообще все. Жители Саранска не остаются в стороне и тоже спешат на фан-фест. Не только ради футбола, но и чтобы пообщаться с туристами. Мне прежде всего запомнились перуанцы, поскольку они приехали в очень большом количестве. И они просто взорвали, можно сказать, фан-фест. И место около фан-феста, около собора Ушакова. Ну и поддерживали команду даже несмотря на проигрыш. Языковой барьер не стал помехой для того, чтобы праздник футбола объединил всех собравшихся на фан-фесте. Гости из Панамы, саранские мальчишки и волонтеры гоняют мяч прямо посреди Советской площади. В этом импровизированном матче совсем не духа соперничества, как нет победителей и проигравших. Здесь все говорят на одном языке – языке футбола. Болельщики сборной Панамы произвели сильное впечатление на саранских ребят. Иностранные туристы очень веселые, жизнерадостные люди, они болеют очень здорово. Вообще они классные ребята, они очень веселые, они везут из себя положительную энергетику. Помимо футбольных трансляций, посетители фан-феста ожидали яркие диджей-сеты и много зажигательной музыки. Фестиваль болельщиков FIFA в прямом смысле праздник каждый день. Он объединяет всех и каждого и дарит множество эмоций и впечатлений. Ирина Семенова, Сергей Соколов. Народные новости.